Пчела удивительное и очень интересное существо. Даже пчеловоды с многолетним опытом говорят, что всегда находят в своей работе что-то новое. А уж для нашей республики пчеловодство и мед всегда имели особое значение. Степан Бекбатыров давно мечтал о собственной пасеке. Изучал пчеловодство, общался с опытными пасечниками, перенимая опыт. Но как любая деятельность, пчеловодство требует вложений. На помощь молодому предпринимателю пришло государство. Я узнал через главу сельского поселения. Я к нему подходил, узнавал. И вот он мне посоветовал обратиться в район. И мне пошли на встречу, помогли. И у нас все получилось. На деньги, которые я получил по программе, я купил пасеку, целиком пасеку. И самый необходимый инвентарь – это медогонка, костюмы, стамески. По мелочи много инвентаря купили. 17 пчелосемей купили. Запасные улья. Амшаник тоже был, материал рабочий. Дымарий тоже. Весь инвентарь, который нужен был, мы купили на эти деньги. Теперь можно полноценно заниматься пчеловодством. Видя, как ловко Степан работает на пасеке, не скажешь, что он занимается пчеловодством первый сезон. В каждой пчелосемье живет от 60 до 120 тысяч пчел. Уже начался сбор меда, а это многоэтапный, сложный и ответственный процесс. Пасека располагается в липовом лесу. Мед будет липовой. Технология получения меда состоит из нескольких этапов. Распечатка сот, откачка меда, фильтрация и очистка продукта, нагревание меда. И вот они, первые капельки полезнейшего и вкуснейшего натурального продукта. Получить адресную социальную помощь на основании социального контракта и открыть дело своей мечты могут жители Краснокамского района. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности предоставляется единовременная выплата в размере сметы затрат на мероприятия, предусмотренная программой соцадаптации, но не более 350 тысяч рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина. Ранее единовременная выплата составляла 250 тысяч рублей. На субсидию АСПК могут рассчитывать как безработные, так и работающие граждане. А с 2 июля 2022 года, благодаря решению правительства республики, данная мера поддержки распространена и на действующих индивидуальных предпринимателей, и самозанятых, чей доход за последние три месяца не превышает прожиточного минимума. При этом учитываются доходы всех членов семьи. Социальный контракт направлен на то, чтобы помочь людям выйти на самообеспечение. Расходуются полученные средства исключительно на целевые нужды. Так, выделенные на осуществление индивидуального предпринимательства финансовые средства можно использовать для закупки оборудования, создания и оснащения рабочего места, частичного возмещения арендной платы. Продолжение следует...